Приветствую, друзья! Кто победил на выборах? Избиратель нас услышал, избиратель нам поверил, избиратель за нас проголосовал. Единая Россия одержала чистую и убедительную победу. Мы вместе с вами смогли выбить у Кремля почву из-под ног. Правильный ответ – никто. Выборов не было. 17-19 сентября в стране прошла электоральная спецоперация с элементами шулерства. Ну или состоялось грандиозное шулерство с элементами спецоперации. Тут уж выбирайте, что хотите. Давайте вот зададим себе вопрос. Могла ли на этих выборах поменяться власть? Вот вы можете себе такое представить, что, например, 20 сентября выходит Памфилова и говорит, вы вот, ребята-избиратели, не зря наступали себе на горло. Поздравляю КПРФ и лично Геннадия Андреевича Зюганова с получением конституционного большинства в Думе нового созыва. И Путин такой из бункера. Да, жаль, что Единая Россия проиграла, но что поделаешь, воля избирателя и так далее. Ну, конечно же, нет. Это невозможно, даже теоретически. Эта власть на выборах не уйдет. В результате выборов, да, может быть, но не на выборах. Вот, смотрите, казалось бы, Москва. Самый богатый, самый европейски настроенный город. И что? Да, Москва проголосовала против кандидатов «Ядра». А потом огласили результаты электронного голосования. И на тебе, выяснилось, что все результаты поменялись на обратный. И все кандидаты от «Ядра» и мэрии выигрывают свои округа. По данным ЦИК, в Москве около 7,5 миллионов зарегистрированных избирателей. И на этих выборах 2 миллиона москвичей проголосовали на участках. И столько же онлайн. Другими словами, фальсификация составила практически 50%. С одной стороны, мы видели очереди из явно согнанных на московские участки людей. С другой, конечно, не все голосовавшие онлайн были вбросом. Но в целом, только в Москве, судя по всему, приблизительно половина голосов была одним большим фейком. О каких выборах тогда можно говорить? И этот 50-процентный мухлеж только на этапе голосования. Ведь был еще недопуск кандидатов, неравные возможности по агитации, административный ресурс. И это, подчеркиваю, Москва, город, который считался чуть ли не образцовым в плане чистоты голосования. А что же говорить про электоральные султанаты, где и раньше не стеснялись рисовать вообще любые цифры? Ну, посмотреть на этот график. Он явно показывает зависимость результата «Единой России» от явки. Чем выше явка, тем выше результат ядра. Так почему же такая взаимосвязь? А потому что результат попросту нарисован. В этот раз целиком и полностью. Мы видели вбросы, видели нагон бюджетников, удаление наблюдателей, переписку протоколов, полностью сфабрикованное электронное голосование. И это при том, что часть независимых кандидатов до выборов не допущена. Часть выдавлена из страны, часть вообще сидит. Ради сентябрьского голосования ФБК признали экстремистами. Открытую Россию нежелательной. «Медуза» признана иностранным агентом. «Дождь» иностранным агентом. Навальный посажен в тюрьму. Пивоваров посажен в СИЗО. Гудкова выдавили под уголовным делом. Сотрудников ФБК осудили по санитарному делу. «Голос» признали иностранным агентом. Сайты МБХ «Медиа» и «Открытых медиа» заблокированы. Девушки из «Пусси Райт» осуждены по санитарному делу. Сайт «Умного голосования» заблокирован. «Инсайдер» признан иностранным агентом. Сайт «Дума ВООД» заблокирован. «Важные истории» признаны иностранным агентом. Журналисты многих изданий признаны иностранными же агентами. Количество обысков, задержаний, уголовных, административных дел просто не поддается подсчету. Информационное пространство зачищено просто до состояния выжженной земли. Приличия отброшены. Обоснований для запретов и блокировок уже либо вообще не приводятся, либо они совсем не правовые. Это, кстати, важная причина, почему мы с вами говорим на этом канале, а не где-то еще. Сайты могут блокировать, СМИ уничтожать. А вот перекрыть отдельный канал на Ютубе, не заблокировав при этом весь Гугл, власти пока-пока не могут. Хотя продвижение уже затормозили. Поэтому подписывайтесь, рекомендуйте друзьям, будем встречаться здесь. В общем, это были не выборы, это была электоральная спецоперация. Ну а как иначе превратить реальный рейтинг Единой России в нужный результат? Ну судите сами, рейтинг партии власти сейчас около 30%, а в результате этих выборов у Единой России конституционное большинство, то есть около 70%. Так вот процедура, при которой 30% рейтинг превращается в 70% представительство, это что угодно, но только не выборы. Называть прошедшие выборами – большая ошибка. Люди, которые будут заседать в охотном ряду следующие пять лет – это не депутаты, это не наши представители, это жулики и самозванцы. В чем проблема использования тактики умного голосования на выборах? У вас возникает иллюзия, что вы голосуете за кого-то. Вам называют кандидата, вы отдаете за него голос, а это не ваш кандидат. Это важно осознавать. Вы голосуете не за, а против. Это не выборы, а протест. Умное голосование в реалиях нынешнего дня – это совершенно правозащитная, а не электоральная акция. Именно поэтому я поддержал эту тактику. Умное голосование – это то, что показывает власти. Вы можете посадить или убить человека, но его голос в результате будет звучать громче. Поэтому было важно выступить в поддержку умного голосования. Но электорально эта тактика может сработать только если у властей есть какие-то ограничения по вбросам. Например, вы точно знаете, что больше чем на 10-15% они смухлевать не могут. Когда есть понимание, что в результате Кремль получит не подконтрольную думу, а не просто одних запутинцев под другими знаменами. Тогда есть смысл перебивать эти проценты консолидированным голосованием. Вы же видите, что тормозов-то больше нет. В Москве накидывают под 50%, а было бы надо, накинули бы их еще. У фальсификации теперь есть единственный ограничитель – это улица. Это еще одна причина, по которой можно было бы голосовать консолидированно с коммунистами, ну или еще там с кем-то. Если бы 100, 200 или больше тысяч человек выйдут на следующий день на улицу, и важно, что не просто прокричат, что они здесь власть, а будут готовы защитить свой выбор. Если же это тысячи человек, которые вышли за коммунистов в Москве, то смысла никакого нет. Тут ведь какое дело, 200 тысяч человек, готовых защищать свой выбор, не выйдут на улицу защищать одних запутинцев против других. Люди выходят, чтобы защитить свой реальный выбор. Тогда они могут стать силой, хотя могут и не стать. Вот чтобы защитить выбор политтехнологов, сделанные против своей совести, так вот это защищать не будут точно. Именно поэтому важно давать людям ощущение, что их выбор, он их собственный, а не навязанный в режиме, кто не делает так, как мы сказали, тот враг, идиот, прислужник Кремля. Именно в этом смысл компромисса. Например, договорились бы, что все-таки мы идем на бойкот от мажоритарного голосования на участках, где выбор между плохим и еще хуже. Или компромисс в том, чтобы договориться, голосовать за список яблока, даже с учетом того, что мы про этот список все понимаем. Компромисс – это значит, мое мнение тоже услышали. И я с вами по своему свободному выбору, а не под давлением, пусть пока только моральным. Тогда и только тогда я пойду этот свой выбор защищать, рискуя жизнью. А если это выбор только ваших политтехнологов, тогда вряд ли. В 2024 году истекает нынешний президентский срок Путина. В ходе изнасилования Конституции поправками он получил возможность оставаться у власти еще два срока. И я пока не вижу никаких причин, что Путин этим в 2024 году не воспользовался. Ну, если только здоровье подведет. Мы же, к слову, с вами понимаем, что самоизоляция – это не про коронавирус вообще. Конечно, полтора года эпидемии, полмиллиона погибших, и мы не знали никакого карантина, никакой самоизоляции. А тут вдруг он уходит в самоизоляцию после контакта с каким-то больным. Напомню, что самоизоляция – это мера, чтобы уберечь окружающих. Вы верите, что наш бункерный будет кого-то беречь, кроме себя? Человек, который перед встречей заставляет всех сидеть по две недели на карантине в заперти. Вот я как-то не особо верю, что он кого-то другого будет защищать. Себя-то он бережет, а вот окружающих – не верю. В общем, если позволит здоровье, в 2024 году Путин пойдет на новый срок. Этот срок будет уже очевидно неконституционным. Даже нынешний срок воспринимается с оговорками. Все-таки мы с вами понимаем, что несмотря на формальную рокировку с медведем, фактически Путин правит уже 22 года. Но все-таки какая-то видимость приличий сохраняется. А к 2024 году даже видимости не останется. Это будет третий подряд срок, больше четверти века непрерывного правления, переделанное под конкретного человека конституцией. Это будет вполне себе среднеазиатская деспотия. Именно поэтому в 2024 году Путину понадобится максимально послушная и легитимная дума. Послушную он себе в эти выходные обеспечил. А вот с легитимностью давайте не будем ему помогать. Давайте не будем называть выборами то, что выборами не являлось. Побеждать этот режим придется через международную изоляцию, через саботаж распоряжений власти, через забастовки и, возможно, баррикады. И делать это будет проще, если не убеждать самих себя рассказами, как мы почти победили власть на этих выборах. Это не были выборы. И никому на них победить было нельзя. Побеждать будем иначе. Всего вам хорошего. Счастливо.